Всем привет и хорошее настроение, дорогие единомышленники! Здравствуйте, все зрители нашего канала! Сегодня в рубрике «Листая старые пластинки» я хочу предложить вам всего одну, но зато какую, замечательную песню! Меня просто она умилила, я на самом деле раньше, наверное, слышал, но вот сейчас заново открыл ее для себя. Песню, естественно, советских времен. Написана она в 1973 году авторским коллективом в составе Пасмутова Александра Николаевны, композитора, и ее супруга, поэта-песенника Добронравова Николая Николаевича. Исполняет ее ныне уже ушедший от нас, к сожалению, замечательный певец наш Ленградский Эдуард Хиль. А песня эта называется «Не зря тебя назвали москвитем!» И попробуйте догадаться, о чем эта песня. Я вам сейчас даже видео, фото, вернее, фоторяд предложу на эту тему песню. Ну и давайте послушаем, так сказать, послушаем и посмотрим, о чем пели в далеком 1973 году. Итак, внимание! Мотор. Сегодня мы прощаемся с тобой, с тобой, и ты выходишь в жизнь без опоздания. На миг притормози у проходной, родной, мигни ребятам нашим на прощание. А встречный, встречный ветер ни почем, как песню трассу новую начнем. Не нравится, рабочий твой характер, не зря тебя назвали москвитем. На свете жить нелепо, без труда, труда. Сегодня и машиной быть непросто, так пусть тебя встречают города. Да-да, с зелеными глазами перекрестков. А встречный, встречный ветер ни почем, как песню трассу новую начнем. Январь, царь, веселый твой характер, не зря тебя назвали москвитем. В пустыне, где ни тени, ни травы, пройдешь ты тем путем, что не изведом. И люди, не видавшие Москвы, сочтут тебя влиятельным полпреда. А встречный, встречный ветер ни почем, как песню трассу новую начнем. Не нравится надежный твой характер, не зря тебя назвали москвичем. А если станет трасса, все труднее, труднее. А если вдруг завьюжат непогода, Ты вспомни замечательных парней, парней, Друзей твоих с далекого завода. От улиц нашей юности вдали, вдали, Ты вспомни, как мы пели и мечтали. Мы здесь свое призвание нашли, нашли. И право называться москвичами. А встречный, встречный ветер ни почем, Как песню трассу новую начнем. Не нравится надежный твой характер, Не зря тебя назвали москвичем. Вот такую замечательную, жизнерадостную, бодрую песню Исполнил нам Эдуард Хиль. Я вот просто в восторге. Вы представляете, действительно, москвич 412-й. Подсказываю, конечно, вы сами уже догадались. Машинка замечательная для своего времени. Выпускалась она, как вы, наверное, знаете, С 1967 года по 1976. Ну, в отдельной модификации зашли почти до 2000-х годов. Но это уже на Ижевском заводе. В Ижевске. А так он выпускался на заводе в Москве, На АЗЛК, замечательном заводе, Который разорен был нашими идеологами Перестройки и разрушения страны. Вот. Но сама по себе, так сказать, песня, Представляете, да, ну замечательная. Вот сейчас кто-нибудь спел замечательную Такую же подобного плана песню создал И исполнил, и чтобы народ ее воспринял Что-нибудь там про Ладу Калину, допустим. Эх, Калина, Калина, А не машина. Да, вот единственное, что в народе об этом говорят. То же самое всякие там Приоры и прочее. А тут, ну, правда, вот москвичи Брали же, как бы, призы на международных Ралли автомобильных. Состязались с такими монстрами, Как Ситроен, БМВ, там, Мерседес. Вот. Правда, это, конечно, тоже, как и многое в нашей промышленности, Это, скажем так, некий плагиат. Двигатель, как вы знаете, у москвича. В принципе, кто говорит, что легенда, кто говорит, что правда. Но я расслоняюсь все-таки к тому, что это, И доля, если у меня есть, большая есть, Был взят за основу БМВ-шний движок С наклонным блоком цилиндров, С цилиндрической, с астерической, простите, камерой сгорания. Вот. Ну, мы сейчас не об этом, а мы, собственно говоря, О пластинке, о песне, вот на этой пластинке, Пластинка фирмы «Мелодия», Значит, Министерство культуры СССР, Песня Александры Пахмутовой. На первой стороне, как вы видите, А, это уже вторая сторона, извините. На второй стороне, Эдуард Хиль, Всполняет, не зря тебя назвали «Москвичом», Госпластинка 68-го года, Что позволяет предположить, Что выпущена она была в период С 68-го по 73-й, где-то вот так, года. Желтенькая этикетка, монофоническая запись. Вот, собственно говоря, то, что я вам хотел Про эту песню сказать. Ну, и на всякий случай, еще Технические характеристики этой машинки «Москвич 412». Именно тот, так сказать, который мы с вами В общем-то, увидели. Значит, Новый двигатель, кстати, вот за «Москвича 412», В отличие от «408-го», Разрабатывался на основе силового агрегата БМВ М10. Мощность относительно пришественника, То есть «Москвича 408-го», Возросла на 25 лошадиных сил И стала равной 75 лошадиных сил. Максимальная скорость составляла 145 км в час, А разгон до сотни занимал 20 секунд. Что немаловажно, двигатель стал верхнеклапанным И не раз подвергался модернизации На протяжении выпуска. Ну, и еще вот интересный момент, Что, как бы, в годы его выпуска, Как вы помните, Самое, 60-й конец, В Америке очень популярны были машины Вот с такими плавниками сзади, да? Помните, все эти замечательные педилаки и прочие. Вот. И вот «Москвич 4008-й» Еще его предшественник вышел Вот с такими же, вот, как вы видите, Сзади плавничками небольшими, С треугольными фонарями И плавниками на заднем, так сказать, Оформлении багажника. Вот. То есть это одна из немногих отечественных машин Вот с такими Аэродинамическими элементами Машин тех лет. Ну, на этом хочу откланяться. Огромное спасибо всем, Кто у нас в канале. Оставайтесь, так сказать, с нами. Еще много интересных обзоров впереди. Всем привет и хорошее настроение. Всегда с вами Сергей.